тоже дан нам от природы, это у каждого из нас свой интерес, у каждого из нас свои наклонности. И можно даже сказать, что мы Богом посланы на эту землю для того, чтобы реализовать эти наклонности. И часто, когда мы, а это сплошь, более 90% людей просто не знают о наклонностях, о наклонностях своих, и начинают реализовать свою жизнь и себя совершенно не в том направлении. Я думаю, что на вашей памяти немало случаев, когда люди идут в один вуз, потом разочаровываются, бросают его и так далее. Я тоже, у меня очень большой стаж, более полувека в университете, и очень часто встречаюсь со студентами, которые изучают иностранный язык, и не знают, зачем они изучают иностранный язык, для какой цели, собственно говоря. И вот это вот наша беда. Поэтому очень важно выявить уже с молодых ногтей, для чего ребёнок послан на эту землю, то есть какие у него интересы. Собственно говоря, это вещь очевидная. Мы видим, чем ребёнок увлечён, чем он занимается, там его интересы. Если копнуть глубже, то на самом деле там, где интерес, это значит в мозгу ребёнка, в соответствующей карте мозга, у нас весь мозг разделён на карты, которые, карты – это сочетание нейронов, безусловно, и они управляют какими-то видами деятельности. И вот в этих картах нейронов значительно большее количество нейронов там, где ребёнку интересно. То есть это и нейрофизиологически обусловлено то, что у ребёнка это будет получаться легко, ему будет это доставлять удовольствие. Поэтому вот на такие вот глубинные исследования сейчас ведутся, и я думаю, что через несколько лет буквально появятся уже методики, определяющие как раз ту карту мозга у ребёнка, где наибольшее количество нейронов. И можно уже на нейрофизиологическом уровне будет определить его одарённость в будущее. Конечно, если будут созданы условия, потому что сам по себе мозговой субстрат – это ещё и не что. он должен быть наполнен как программой компьютера, мы наполняем, так и мозг должен быть заполнен информацией соответствующей. Через виды деятельности нейронные связи, они должны составить систему, то есть соединиться какие-то отдельные карты в систему, и только тогда появляется мощь мозговой деятельности. Поэтому вот эти вот три важных феномена, они были выбраны нами в качестве базовых для того, чтобы определить потенциал одарённости ребёнка. Ну и вот четвёртый, вы видите, интеллект. Это, конечно, относится к мозгу, потому что вместилищем интеллекта является именно мозг. Интеллект – это особенности чувственного восприятия. Это сенсорика, которую мозг вывёл наружу, чтобы в красках, в цвете, в звуках, в запахах, в тактильных ощущениях вот этот мир осизать, чувствовать и познавать. То есть это наши детские в данном случае ушки, глазки, ручки и всё остальное при помощи Таун. Всё это может материализовать, облекать в словесные формы. Значит, вот что дано нам от природы. И, конечно, интеллект можно развивать, и там тоже особенности памяти, вот какая доминирует визуальная или зрительная, или аудитивная, тоже только в задатках всё дано. Значит, вот такие природные феномены будут рассматриваться нами. Почему важно выбрать инструмент адекватный для диагностирования детской потенциала одарённости? Я думаю, что инструмент в любой абсолютно деятельности немаловажный фактор. Хороший инструмент позволяет хорошо выполнить дело. Ещё в хороших руках, если этот инструмент. А здесь у нас такое тончайшее дело, ювелирное. Поэтому здесь инструменты, подбор диагностирующих инструментов чрезвычайно важен. И мы, подобрав не тот инструмент, измерим не то и будем развивать совершенно не то. Поэтому вот если инструмент выбран один, будет процент выхода измеряемого качества человеческой личности один. При выборах другой инструмент совершенно другая будет картина. Поэтому это важно. И вся история развития диагностики детской одарённости – это фактически количественное увеличение измеряемых параметров самого феномена одарённости. Вот у нас тема не феномен одарённости, и невозможно в этот час вместить абсолютно всю информацию, но тем не менее мы должны с вами знать, что это сложнейший феномен. И одним каким-то инструментом не измеришь, не определишь его глубину, его возможности потенциальные, и вид. И поэтому мы это потом на последующих слайдах увидим, как изменялся вот сам феномен одарённости. Расширялись, увеличивалось количество аспектов, выделяемых в этом феномене. И, соответственно, расширяется не потенциал, расширяется контингент потенциально одарённых детей, когда инструменты подобраны адекватно и правильно. Вот при помощи тестов, которые измеряют IQ, да, это пресловутый коэффициент интеллекта, 2-4 выход. Так, если взять другие инструменты, выход будет больше. А каково состояние диагностики? Значит, нам это тоже важно знать. В данный момент, поскольку вот диагностика детской одарённости мы начали заниматься в России очень поздно. Почему тоже, я думаю, вы знаете? Потому что запрещено заниматься одарённостью. Потому что у нас были все люди равны, и нельзя было выделять. И просто это табуированная была область. А сейчас мы, к счастью, мы поняли, что мы очень сильно отстали, и что от количества одарённых людей в обществе зависит, в общем-то, и статус государства, его лидирующее положение, потом развитие цивилизации в целом. Поэтому сейчас эта проблема очень активно разрабатывается. Но в дошкольном образовании это только-только начало. И состояние пока считается ещё неудовлетворительным. Вот несколько объяснений, почему, чтобы вы понимали и чтобы могли избежать, если вы будете пользоваться и начнёте двигаться в этом направлении. Значит, первое – это одарённость рассматривается по-разному, разными учёными. То есть это потому, что это очень сложно, пеномен, его трудно пощупать, трудно уловить, его просто нет. Он появляется как составляющая нескольких способностей человеческих, интеллекта, творческости, мотивации. То есть на пересечении многих способностей появляется вот этот вот сегментик, если взять в виде кружков это всё, и пересечение этих кругов, вот этот узкий в середине сегмент, это и есть одарённость, которая появляется в результате вот интеграции трёх или там ещё самых важных, но на самом деле их больше. Неоднозначно понимается этот феномен, мы дальше это увидим. Далее. Поскольку одарённость как объект исследования междисциплинарием, может заниматься абсолютно любая наука, начиная от акушерства, гинекологии, потому что на самом деле уже в голове зарождается ребёнок, в голове родителей, а потом уже в натальном периоде он уже растёт, развивается, и уже там закладываются все те базовые основы личности, которые потом активно проявляются в постнатальном, когда ребёнок появляется на свет. И нейрофизиологи, психологи, каждый, естественно, выдвигает свои теории, и мы, педагоги, методисты, мы, конечно же, должны всё это знать, изучать, и всё это переводить, что ли, в область методов диагностирования, методов развития. То есть это достаточно сложное очень искусство, потому что нужно очень много информации интегрировать и понимать, знать, что даёт каждая из наук, питающая вот эту область, детскую теорию, детской одарённости. Ну и последний вот момент. Я говорю, что первая у нас программа по одарённости появилась в конце 90-х годов, и вот в 2003-м второе издание вышло, рабочая концепция одарённости. Я думаю, вы знакомы с ней, знакомы, обязательно познакомьтесь, потому что эта концепция содержит в концентрированном виде информацию по всем аспектам одарённости. Её обязательно нужно изучить, знать и как настольную книгу иметь перед собой. Конечно же, когда мы приступаем к диагностированию одарённости и вообще начинаем заниматься, конечно, нужно задумываться, каковы же стратегические вообще задачи в этой области. Потому что на самом деле, когда я вот столкнулась с этой проблемой, я поняла, что у нас нет банка методик, то есть вот этого некого совокупности всех методик с чётко определёнными задачами. То есть каким комплексом методик можно диагностировать вот в таком-то возрасте, в другом, такого-то вида одарённости. Поэтому вот такой банк данных собрать всех методик с мобильными пакетами диагностирующих программ, задача очень важная в стратегическом. Пока этого ничего нет. Далее. Ну вот первая – это разработка научно-дидактической методической базы детской одарённости с диагностирующим блоком. Скажите, пожалуйста, дорогие мои коллеги, вы встречали какую-то нибудь программу, чтобы там на первом месте стоял диагностирующий блок? Я думаю, что таких программ вообще нет. А ведь как можно определить программу, не зная, не диагностируя ребёнка? Поэтому вот это нонсенс на самом деле. Поэтому вот такие программы нужно обязательно разработать. Я считаю, что это стратегическая задача и актуальная задача. Нам необходимо для того, чтобы работать эффективно банк модульных программ уже развития после того, как мы научились определять потенциал детской одарённости. Собственно говоря, он сам по себе не имеет ценности. Для чего мы диагностируем, собственно, для того, чтобы разработать программу точную под каждый тип ребёнка, под каждую индивидуальность ребёнка. Только для этого мы диагностируем. И поэтому вот банк модульных программ развития потенциала детской одарённости для всех возрастных ступеней просто необходим. Ну и развитие банк данных модульных программ замечательно, но нужны ещё и ресурсы. Это игры, это пособия дидактические, это создание самого пространства жизненного, потому что всё всё равно не учтёшь. Всё через игры и пособия всё равно не реализуешь эту сложнейшую способность человеческую. Нужно глобально создавать такое жизненное пространство, в котором бы любой ребёнок реализовался в своём природном потенциале, в своей одарённости. Вот такие стратегические задачи я наметила, и я думаю, что, возможно, среди вас кто-то найдётся, кто будет разрабатывать, потому что одному человеку это не подсильно. И, собственно говоря, у меня вот в результате первого гранта мы по предложению Международного методического совета мы создали Международную лабораторию диагностирования и развития психолого-педагогического сопровождения одарённости. То есть научная часть, научная разработка этих проблем тоже – это наша сфера, и если кто-то захочет этим заниматься, с удовольствием можно присоединиться к нашей лаборатории и заняться этим. Какие же направления в современной диагностике есть? Вот здесь сейчас вы увидите, как изменяется, точка зрения менялась со временем на сам вот этот объект, одарённый ребёнок, одарённость. Первое направление, смотрите, жирно выделено, высокий IQ, исключительно доминанта на интеллекте. Всё, больше ничего не существовало. измерялся только интеллект ребёнка. Ну и здесь, соответственно, видите, фамилии все зарубежные, американские психологи, потому что в России тогда катабуированная тема была Станфорд-Дуне, Айзен, как я известный, наверное, тесты, Кеттелла, Бекцера и так далее. Потом пошло как-то в конце уже XX века, кроме интеллекта, стали обращать внимание на креативность, на дивергентное мышление. Появились, видите, совершенно новые инструменты для диагностирования. Это тесты Барона, Валахо, всё тесты, Торренса, Гилфорда и другие. Тоже только иностранцы. Это вот первое направление. Значит, оно точечно измеряет, определяет с помощью тестов. А тесты – это только количественные данные, качества, как будто его нет вообще. И любая способность человеческая, она, безусловно, не функционирует автономно, одна, потому что без этого просто невозможно ничего сделать голым интеллектом. И появляется второе направление. Посмотрите, личность, то есть интерес появляется уже к человеческому существу. Если нет воли, если нет целенаправленности, если нет других качеств, возможно ли талантливому, вот даже с высоким айгерем, ребенку самореализоваться? Разумеется, нет. Поэтому одаренность – это еще и активность, собственная ребенка. Поэтому над личностью ребенка нужно работать. Это тоже входит в феномен одаренности. Поэтому, видите, но здесь уже не тесты, а здесь уже, смотрите, что появляется. Рисуночные тесты. Ребенок рисует дерево, то есть ребенок рисует дерево, рисует человека, и по рисунку начинают его входить в его личность. То есть как он размещает вот эти фигуры на листе бумаги, то есть как он пространством пользуется, какая цветовая гамма и так далее. Я думаю, кто-то пользовался этими тестами, поэтому у меня сегодня просто обзорная лекция, потому что каждая тема, она нуждается в отдельном рассмотрении. Значит, далее, это вот второе направление. И, наконец, третье направление. Здесь, посмотрите, появляется уже, кроме тестов и кроме рисуночных еще тестов, появляется тренинговый метод, принцип турникета. Это Джозеф Орензули, американский психолог. Значит, с помощью вот этого турникета, тренинга, то есть особый курс длительностью в год. Долговременно рассматривают группу детей, как они себя ведут на этом курсе. Массовость здесь уже не штучно. Далее. Тесты исчезают. То есть в естественной среде наблюдается ребенок, наблюдается его лучшие позитивные проявления, акцент на достоинствах. И методика совершенно хорошо подходит для детей, у которых скрытая одаренность, латентная, она еще не проявлена. Но дети одаренные, потому что не каждый проявляет вот свою одаренность. Допустим, ребенок заикается, все уже, этот комплекс мешает ему проявиться. И поэтому трудно очень выявить в этом ребенке вот его потенциал одаренности. Этот метод помогает и в работе с такими ребятишками. И в результате появляется вот портфель, портфель или портфолио, можно сказать, на ученика. И здесь вот, в общем-то, все параметры видны, и личность его видна как на ладони. Можно уже сделать более точный диагноз, не ошибиться. Потому что ошибиться в статусе одаренный, неодаренный очень опасно. Если ребенку и родителям сказать, да, вот ты одаренный, а потом вдруг у него исчезнет, и потом непонятно, это одаренность, а может быть, это не одаренность, а просто он натаскан в какой-то сфере, потому что родители старались где-то, ходил он на какие-то кружки, тренинги и так далее. Поэтому здесь вот с этим статусом нужно быть очень осторожным и пользоваться исключительно не термином одаренный ребенок, а ребенок с потенциалом одаренности. Вот это самый адекватный термин. Далее, сюда же к третьему направлению трехэтапная модель, видите, поиск, оценка и отбор. Это Иллинойская модель, модель Хеллера, и вот уже наши имена проявляются, да, Бабаева. Диагностики отбора, отбора к диагностике развития с помощью тренинговых занятий. То есть вот сейчас как раз-таки это направление. То есть мы не отбираем детей, а мы их развиваем, не считая, что если по диагностике в результате диагностирования потенциала детской одаренности мы увидим хоть одну черточку, которая маркирует ребенка как нестандартного, а выше нормы с какими-то показателями. его нужно включать обязательно в группу и развивать, доводить вот этот потенциал до уровня способности. Вот они три направления, и вы увидели, как менялось представление о самом феномене одаренности. какие недостатки в этих подходах? Ну вот первые направления, да, это одноразовая процедура. Ребенок подвергается тестированию, и все, и делает заключение, одаренный или не одаренный. Конечно же, любой тест, давайте мы прикинем к себе. Это всегда нарушение естественных функционирования наших естественных способностей, то есть и эмоциональный фон другой, и воля, то есть никто не любит быть тестируемым, контролируемым, потому что сами эти процедуры сильно искажают способности, умения, навыки человека, поэтому эти все процедуры тестирования, они для детей не очень подходят. Надо стараться избегать этих процедур прямого тестирования. Далее, вот недостаток то, что одаренность сводилась к психологии интеллекта либо креативности. Все, больше ничего другого не видели. Следующий недостаток некорректный выбор инструментов. Ну, понятно, если мы измеряем интеллект, мы будем соответствующий тест выбирать, так? То есть само понимание феномена, оно и определяет выбор инструмента. Ну, инструмент, если мы смотрим узко на проблему, не учитываем какие-то моменты, естественно, мы и подбираем инструмент, который не может это изменить. И, соответственно, искажается картина. Одаренный ребенок может попасть в разряд неодаренных, и наоборот. И далее, не учет, что, чем, зачем измеряет диагностический тест. И все это, конечно, дает тот результат, на основе которого затем выводятся методики развития ребенка и рекомендации родителей. То есть от того, как продиагностирован, чем продиагностирован ребенок, в общем-то, зависит траектория его дальнейшего развития, а следовательно и судьба ребенка. Поэтому весь этот путь, особенного диагностирования, чрезвычайно ответственной. И здесь очень нужен большой опыт и большие знания, и, в общем-то, одному человеку достаточно сложно с этим справиться. Продолжаем. Еще пару недостатков. Вот эти тесты, которые мы рассматривали, Торренс, креативность измеряют, измеряют которые, они измеряют лишь количественные параметры. То есть вот функцию, одну функцию, одну способность какую-то измеряют, но при этом игнорируется качественная сторона, ведь эта функция, эта способность, она взаимодействует с другими способностями. И вот дальше мы с вами узнаем, что одарем талант, это интеграция нескольких способностей, а поэтому в общем-то получается, что мы очень важную качественную сторону просто отметаем, если используем вот эти тесты. Поэтому вот этим грешит тестологический подход. И последний недостаток диагностика не решает проблему прогнозирования развития одаренности, а ведь собственно говоря, об этом и весь сермяжная правда, весь смысл продиагностировать ребенка, увидеть потенциально одаренную, на что он способен, и дать толчок инерционной развитию именно в этом направлении. Поэтому вот сейчас диагностика отбора, но она все равно доминирует. Смотрите, на Олимпиадах что мы делаем? Мы через Олимпийское Олимпиадное движение мы отбираем детей. Или, например, смотрите, что с малышами делается вот эти вот шоу всевозможные, да, я самая талантливая, самая умная, то, что вот Максим Галкин демонстрирует, это же просто кощунственно, то, что происходит с нашими детьми совершенно публично. это же мощнейшая эмоционально-психическая нагрузка на ребенка, которая ему просто не посильна. И, в общем-то, ну, вот пока вот так, к сожалению. Вот это все недостатки, я думаю, что вы возьмете их на заметку и не будете допускать вот этих вот, то есть будете стараться избегать вот этих недостатков. Ну, и некорректное использование инструментов, это тоже не плюс, конечно, а минус, да? Но здесь вот совсем другой аспект я хочу. Это там мы с диагностирующими инструментами разбирались, а здесь давайте уже с ребенком начнем разбираться. Очень легко детскую одаренность спутать с неврозом. И наоборот, да? То есть вот невроз принять глубокое эмоционально-психическое расстройство ребенка, когда он выдает нестандартные какие-то решения, фразы и так далее, мы выставляемся и считаем, что это одаренный ребенок. Он просто больной, ему нужно лечить, к психотерапевту вести. Поэтому вот такие вот вещи у нас тоже случаются. потому что фантазия у ребенка с эмоционально-психическим расстройством очень богатая, и это можно принять как сигнал проявления одаренности. Далее уровень психоэмоциональных отклонений современных детей среди одаренных 85%. Задумайтесь, какая-то колоссальная огромная цифра. И, естественно, это угроза для благополучного развития одаренности, потому что больной ребенок, естественно, он не потянет и программу для разработанную для одаренных детей. И поэтому мы будем усугублять его болезнь этим самым. Поэтому вот первая задача еще нужно сделать среди здоровых детей с здоровым мозгом, биологически здоровым мозгом и здоровой психикой и аномалиями в этой области. И вот еще последний очень важный фактор, я считаю, это мое мнение из опыта проектной деятельности, последующей деятельности, мы недооцениваем природные ресурсы диагностирования. это совершенно естественные ресурсы, которые мы ощущаем каждый день в общении с ребенком. Например, чувства наши, наш разум и постнатальная общность. Постнатальная общность, это отдельно нужно говорить, но тем не менее нужно читать материал на эту тему. Значит, посмотрим, вот следующий слайд прояснит немножечко, каким образом мы можем использовать свои чувства, как мы должны их трактовать. Например, если наш ребенок, так, здесь вот немножко не то, сейчас задача диагностики, потом, наверное, это будет, или же сейчас я дальше перейду, так, нет. Значит, мы с вами рассмотрим обязательно попозже. Значит, сейчас, секундочку. Задача диагностики. Задача диагностики заключается как бы очевидно, да, но тем не менее не совсем очевидно, вот, судя, исходя из того, что, о чем шла речь в предыдущем слайде, так, о нормальном психоэмоциональном состоянии ребенка, поэтому очень важно вот здесь вот в число задач включить еще и такие определения уровня сформированности потенциала детской одаренности для того, чтобы прогнозировать и корректировать развитие программы ее развития. вот эта задача собственно центральная, для чего мы диагностируем детей. Прогноз на будущее и соответствующую программу развития для данного ребенка или для данной группы детей. Далее, нам нужны данные диагностирования еще для того, чтобы оценить эмоционально-психическое и социальное здоровье ребенка и выявить побочные действия, если мы используем уже инновационные программы развития одаренных детей, смотреть, как это влияет на эмоционально-психическое состояние ребенка. Тут я в скобках пару примеров привела. Если мы не доглядим и включим ребенка с некими аномалиями группу, то развитие креативности усилит тревожность. Это не безобидно. Тревожность перерастает в страх. Страх переходит на телесный уровень. В результате появляются костные заболевания, заболевания крови и так далее. То есть иммунная система и дети начинают болеть. Это очень серьезные вещи. Поэтому далее или если мы усиленно развиваем интеллект у таких детей, может ослабляться воля. Волевая активность ребенка, что тоже нежелательно, но волевой ребенок, он не способен преодолевать препятствия и двигаться для достижения, для самореализации. Поэтому здесь вот это очень важный момент. Это тоже нужно включить задач диагностики. И наконец третье отслеживание экологии программы, которую мы используем. То есть запланированные непредвиденные результаты для того, чтобы сохранить личность ребенка. Мы не должны ее подгонять под стандарты, как сейчас вот у нас нормативное наше образование, подгоняют под стандарты ФГОС детей. И тем самым, конечно, уничтожаем индивидуальность. С уничтожением индивидуальности мы уничтожаем одаренность. И другой логики здесь быть не может даже. Поэтому беречь надо детей от этих стандартов. И здесь только семья может сыграть роль, потому что на самом деле в крупном масштабе социума очень сложно индивидуализацию обеспечить. Поэтому только родители могут это сделать. Ну и, конечно, грамотные педагоги, которые понимают важность экологии программ с целью сохранения личности ребенка в целостности. И вот я говорила о эмоционально-психологическом нездоровье детей, которые ужасают сейчас. Вот здесь 9, по-моему, симптомов. И все они говорят о том, если такие симптомы есть, значит, надо обращать внимание на такого ребенка. Повышенная утомляемость, раздражительность, трудности при сосредоточении переключения внимания, нарушение сна, простуды частые бялость, апатия, депрессия, вспышки агрессии и потери душевного мира. Вот это все по симптомам того неблагополучия наших детей. Значит, тогда нужно как-то заняться излечением, освобождением от этих симптомов, и лишь тогда можно вновь обратиться к развитию их потенциала одаренности. В противном случае мы навредим просто ребенку. Вот я говорила о том, что чувство как диагностирующий инструмент, вот это как раз-таки то, что хотела я сразу показать и вспомнили, наверное, да, значит, чувство взрослых. Если поведение ребенка вызывает у взрослого раздражение, то не надо сердиться на ребенка, это ребенок нам кричит о том, что он не хватает дефицит вашего внимания, он борется за внимание, поэтому дадите внимание, исчезнет и этот симптом, исчезнет и раздражение у вас. Далее, если поведение ребенка у вас уже вызывает гнев, то ребенок борется уже не просто за внимание, а за самоутверждение, и это нормально, каждый человек хочет ему утвердиться, ему надо давать возможность, значит, у этого ребенка нет возможности самоутверждаться, значит, он испытывает унижение со стороны взрослых, окружающих его, поэтому здесь нужно абсолютно изменить стратегию отношений с ребенком. Если эмоциональная реакция взрослого на поведение ребенка от вида, такое тоже с нами бывает, так это значит, мы что-то чем-то его обидели очень сильно и он нам мстит. Это нормально тоже, поэтому нужно везде всюду проанализировать, почему, от чего, почему у нас такие чувства вызывают к нашему любимому ребенку, желанному ребенку, то есть ничто без причины не бывает. И наконец последний когда мы уже отчаяние испытываем, такое тоже бывает, мы не можем справиться с ребенком, это значит, ребенок потерял полностью веру в свой успех, в разнос психика идет, поэтому здесь мы уже наломали много дров, что привели в такое состояние ребенка. Значит, вот так это первый наш диагностирующий инструмент, который дан нам природы, и мы должны тоже взять его на вооружение и бережно обращаться с нашими детьми как с самыми лучшими своими друзьями. Я должна, наверное, говоря о методах диагностирования, снабдить вас инструкциями, как пользоваться диагностирующими инструментами, потому что иначе как. Поэтому вот это принципы, это руководящие положения. Я кое-что сама добавила, кое-что трансформировала, в основном по Савенков известный наш психолог Александр Ильич. Поэтому вот несколько принципов его. Комплекс на оценивание, то есть ни одну сторону, как раньше интеллект или креативность, комплекс на, включая личность. Дальше долговременность. То есть нужен мониторинг. Мониторинг это как раз диагностирование, наблюдение длительное, продолжительное. Дальше необходимы тренинговые методы. Это естественный способ, то есть там, где мы занимаемся с ребятишками, игровой деятельностью, там они полностью раскрываются. Поскольку мы не тестируем игра, это всегда самомотивирующая деятельность. И там ребёнок испытывает счастье. Вот он именно такой, какой он от природы есть. Поэтому чаще надо продвигать именно к таким методам. Принцип учёта потенциальных возможностей ребёнка. То есть в настоящий момент он не владеет, потому что у него знаний каких-то нет, недополучил. Но если ему это дать, он пойдёт и пойдёт. Поэтому вот этот момент тоже надо учитывать, когда мы диагностируем ребятишек. Принцип опоры на экологически валидные методы. То есть надо отбирать надёжные методы. То есть не любой метод подойдёт для детей, потому что они не могут долго подвергаться чему-то. Они по своей психофизиологии не могут усидеть долго на одном месте и концентрировать внимание долго. Это естественно для ребятишек. Поэтому трудно подобрать методы диагностирования, которые бы удовлетворяли и возрастным особенностям, и вот всем остальным, о чём я говорила ранее. Наконец, принцип участия разных специалистов. То есть если будет психотерапевт, он, конечно, только аномалии будет искать. и поэтому здесь нужно, чтобы педагог, психолог непременно участвовал. Если, например, художественно одарённый явно ребёнок, значит, здесь нужно из профессионалов художников привлекать и так далее. Медики, безусловно, должны быть, потому что они увидят какие-то вот со своей точки наблюдения, какие-то аномалии или какие-то особенности у ребёнка. Ну и вот очень важен последний пункт, это чтобы сами дети участвовали в оценке себя, то есть самооценивали. Вот это самое верное, если мы этому научим, это будет великое дело. До сих пор мы только оцениваем мы, мы и мы. Поэтому надо давать детям в руки критерии самооценки, учить их оценивать самим. Я вот вспоминаю, когда в первом классе внуку напишут что-то там, и учительница говорила, поставь палочку и пометь поперечным чёрточкой, как ты выполнил, очень хорошо сверху поставить. То есть вот это вот уже оценить, то есть учитель свою функцию оценивания, отметка это всегда жута в наших руках, и мы не всегда адекватно пользуемся оценками, потому что если ребёнок левополушарный, а вы правополушарный, вам не дано его просто объективно оценить, вы правополушарный, его объективно оцените, а левополушарный, занизите. Поэтому надо вот этот очень важный момент, уже есть диагностирующие, есть такие уже продукты дидактические, где заложена самооценка, чтобы ребёнок освоил этот навык. Значит, это вот принципы, это то, те руководящие положения, которые помогут вам грамотно пользоваться отобранным комплексом диагностических инструментов. Значит, ну, уровни этапа, поскольку многоэтапные, да, и продолжительные, то, конечно, надо представлять, что это процесс длительный. Но первое, конечно, это, видите, два уровня, это педагогические и психологические. уровень, да, педагоги с личностью занимаются и, естественно, психологи смотрят на интеллектуальную сферу. Это две базовые составляющие вообще человеческой личности, поэтому без них никак. И вот пять шагов. Первый шаг, это мы подбираем диагностический комплекс, инструменты, встав на позицию какой-то, какой-то концепции, а мы должны встать, наверное, на позицию российской, концепции российской одаренности, да, там главный редактор Богоявленская и все наши бывшие психологи. Значит, это вот первый шаг. Подобрали мы с вами диагностические медицинские методы, которые доверяют, которые адекватны детскому возрасту, которые вот как раз-таки потенциал детский измеряют природный. Так, что делаем? Выявить детей с латентной, скрытой одаренностью. Значит, и здесь вот лучше наблюдение, да, вот эти вот тренинги, тренинговые методы подходят, чтобы длительно наблюдать, потому что у него скрытая одаренность, неявная. И вот в этих условиях общаюсь продолжительное время, мы только тогда увидим в ребенке вот эти вот задатки его. Дальше. Невротиков обязательно нужно, да, почему? Понятно теперь. Значит, тоже беседа с мамой, с родителями, заполнение опросников и личное наблюдение. Я вот в Жуково у меня, я сама сейчас переселилась в село Жуково, и здесь взяла, организовала группу «Одаренные дети поселка». И, значит, вот там мальчик один был, которому ему совершенно невозможно было работать, он и есть сейчас, этот мальчик. То есть стоит ему что-то не так сделать, начинается истерика. Это мальчик, истерика. Всё, не настолько это сильное проявление, что срывается занятие, потому что ребёнком надо успокоить как-то. Вот, пожалуйста, невротизм в явной форме. И я думаю, что такой мальчик не исключение, и в каждой группе, наверное, находится, но с разной степенью проявления этого качества. Далее, значит, это уже мы с вами сделали три шага, значит, на выделить среди всех детишек вот таких детей, с которыми пока нельзя заниматься. Далее мы уже диагностируем, естественно, так, проводим диагностику, и затем по результатам диагностирования пишем рекомендации. Рекомендации для родителей, естественно, и для того, чтобы подобрать адекватную программу развития этого ребенка в рамках, в русле его тех выявленных задатков, которые мы обнаружим. И выстраивание по рекомендациям образовательной и воспитательной программ, обсуждаемых с родителями и педагогами. Вот они, пять шагов, естественные, я думаю, что все вы их знаете, тот, кто работает с детьми, я думаю, мои аудитории люди грамотные, и вполне все это логично. Ну вот, российская концепция одаренности, поскольку у нас тема не напрямую не связана с рассмотрением феномена одаренности, все-таки я включила эту схему нашу, российскую. Смотрите, на переднем плане овал, диагностика, это первое, с чего нужно начинать работу с детьми, а дети все с потенциалом одаренности, то есть со всеми детьми нужно начинать диагностики. Так, и для чего? Вот второй эллипс прогнозирования, чтобы сделать прогноз, есть ли у этого ребенка какие-то особые проявления выше нормативных, благодаря которым его нужно дальше развивать, его одаренность. И получится так, с целью прогнозирования. Ну и сегмент обучения и развития, то есть это уже естественное продолжение вот этих вот двух сегментов. вот в целом и заключается вот эта концепция одаренности. Значит, здесь не отбирать одаренных детей, а развивать, наблюдать и тогда, я думаю, выход будет значительно выше, чем 2-4%. Ну, вот еще предложу вам одну четырехступенчатую схему организации диагностики. это, опять же, Александр Ильич Савенков. Значит, у него, видите, вот этап поиска, сбора информации вообще о ребенке, да, что собой представляет ребенок. Вот я прошу мам не только просто вот дать нынешнее состояние информацию как у ребенка, а и информацию о периоде пренатальном, то есть во время беременности проявления всевозможных, потому что они накладывают, они фиксируются очень сильно на бессознательном уровне и потом в постнатальном периоде они начинают проявляться. Мы не знаем, почему, откуда это взялось, а это вот связано с тем, что мы, мама неправильно себя вела или не сформировалась общность, потому что в период пренатальный обязательно должна быть гармония между всеми членами семьи и прежде всего надо установить контакт уже с самим ребенком, хотя он еще и в троге, но он уже чувствует, потому что эксперименты показывают, если вот рядом у животика ляжет кошечка, то плод начинает двигаться в эту сторону, там, где кошечка или там папина рука, понимаете, то есть ребенок уже в утробе матери ищет общение, контакты, этот контакт нужно давать ребенку, а если сплошные стрессы, нет общности, то естественно у ребенка будет потом и агрессия, будут потом всякие аномалии, поэтому этот период чрезвычайно важный, поэтому вот он тоже должен включаться, вот я включаю это вот в сбор информации о ребенке, чтобы лучше его понимать при диагностировании и потом уже строить программы. Ну опять же вот методики все, которые я вам говорила, перечисляются здесь, ну видите, эти методики западные, они адаптированы вот уверенно щеблановые, они адаптированы, потому что на самом деле это очень существенно, культура накладывает отпечаток абсолютно на все, и даже сами тесты, формулировка западной интерпретации на, нам нужно совершенно другую, потому что у нас другой мгалитет, другая культура, другие ценностные шкалы совершенно, вот, оценка уровня психосоциального пункета вот совершается, но можно это делать, я не даю, не буду объяснять это, можно в интернете найти все это, вам важно имена, знать, в каком поле ориентироваться, так, дальше, значит, этап оценочно-коррекционный, вы, значит, собрали мы информацию о ребенке, дальше нужна цель уточнения, конкретизации, полученной на этапе разового поиска информации путем занятия тренингового типа, и вот ориентация на что? Продуктивное мышление надо развивать, продуктивное, чтобы ребенок смог творить, что-то делать, любое знание должно, оно останется информацией, если оно не будет использовано в деятельности, поэтому очень важно, чтобы ребенок все, что он узнает, мгновенно как-то в ход пускал в дело и что-то сотворял, делал своими ручками, чтобы видел конкретные результаты. Ну, и вот здесь вот эти принципы, о которых мы уже с вами говорили, методики, принципы Торнкета, этап самостоятельной оценки. Вот видите, опять самостоятельные оценки. Вот в методике Торнкета это делается так, то есть в какой-то период дети обязательно ходят, это обязательные занятия, игры и так далее. На каком-то этапе заканчивается работа и детям объявляют. Вот дальше, если вы хотите, можете посещать занятия, если не хотите, можете не посещать занятия, то есть совершенно добровольно. И 17-23% детей из 100 изъявляют желание продолжать учебу. Вот здесь это есть индикатор тоже одаренности. Добровольность дальше заниматься этим. и важно, чтобы вот здесь познавательная самодеятельность была, то есть чтобы ребенок сам хотел то, что ему интересно, чтобы его не заставляли, а по доброй воле, чтобы была его собственная мотивация, то есть самомотивируемая. И здесь же участие самого ребенка проявляется в собственной одаренности. Если он продолжает занятия, ходит, вот значит, эти вот 17-23%, где-то вот видите, пятая часть, где-то около пятой части всего лишь одна пятая изъявляет, вот это тоже уже признак. То есть везде всюду можно видеть, это все диагностика, диагностика естественная, везде всюду можно увидеть проявление детской одаренности. Допустим, пришел он домой и занялся в уголке, скорее спешит, бежит домой, чтобы к своим машинкам что-то конструировать. Вот значит, здесь лежит его область его интересов, его природные наклонности, значит, здесь нужно это развивать, это нужно стимулировать. И через это можно развивать и все остальное ребенка, потому что это ему интересно, это ему легко дается. Значит, ну вот сейчас мы уже переходим к самим диагностировающим методикам, вот этим по четырем аспектам, которые я выделила в проекте, который я реализовывала на полутора тысячах детей. Значит, проект так, это не то. Значит, не буду говорить о проекте, просто вот что он масштабный был и что то есть уже проверенные методы на большом количестве, на большой выборке. 24 дошкольных учреждения участвовали и проект назывался «Развитие потенциала одаренности дошкольников в обогащенной культурно-языковой среде и в сотрудничестве семьи детского учреждения». Ну, почему культурно-языковая среда? Потому что я преподаю иностранные языки, и мы старались, включили еще в программу развития театрализацию на разных языках, региональном, английском, французском, ставили колодки на вот эти вот сказочки с помощью пальчикового театра и этим самым расширяли палитру представлений о мировой культуре, не только нашей культуре, российской, но и уже немножечко водили детей в другие культуры. Поэтому здесь именно так. Это очень важно создать пространство богатое языковое, речевое, деятельственное пространство. Это на самом деле центральная задача. Ну и вот эта вот лесенка ступенчатая, собственно говоря, вот это вихи, по которым нам нужно двигаться, то есть от природы у ребенка нет одаренности, и вообще тут нет одаренности, как видите, да, в этой лесенке. есть задатки. Задатки мы с помощью навыков и умений, видов определенной деятельности развиваем, доводим до уровня способностей. Интеграция нескольких способностей приводит к таланту, и высший уровень таланта это гениальность. Вот ступенька, по которым в общем-то мы должны шагать. Значит, одаренность будет уже вот здесь, вот там, где способности выше средних, значит, там появляется уже одаренность. И вот эта вот схемка, собственно говоря, ну, я тоже пользовалась. Я, наверное, не буду останавливаться, хотя, наверное, способности что такого? У нас замечательные психологи, да, Борис Михайлович, Теплов определяет способности как индивидуально-психологические особенности каждого человека, так, отличающие одного от другого человека. И, собственно, и они определяют, легко мне это делать или тяжело, то есть успешен я в какой-то деятельности неуспешен, то есть легкость исполнения, вот это вот, собственно говоря, и маркер способностей. И самое важное, что способности не могут быть врожденными, они всегда результат развития. Вот, конечно, вы можете возразить, вот дети вот, которые голос великолепный, да, это что, неспособность, это тоже только задатки. Пока есть, то есть от природы большее количество нейронов в определенных картах мозга, там, где локализуется ощущение звуков, высота, тонкость, тембра и так далее. Но это все нужно развивать, потому что это только в зачаточном состоянии. Поэтому вот таким образом я считаю, что Теплов совершенно прав. Талант, талант развития способностей приводит, происходит деятельность, естественно, и проявляется как талант гениальность. Талант – это просто высокий уровень развития способности человека, который, собственно, является базой его успешной деятельности, выполнения том или рождения, создания особенных продуктов, отличающихся от других. Ну и это сочетание способностей, я бы сказала, интеграция способностей, их непростая совокупность, то есть чисто механическая способность, интеграция, это совершенно интеграция, это уже как бы суммирование их на основе на какой-то оси центральной, то есть какая-то деятельность центральная, которая хорошо дается, она притягивает разные способности, в результате появляется новый уровень способностей, который и на внешнем уровне проявляется как талант. и самая высокая степень таланта, это уже гениальность, это высший уровень развития способностей, которые делают человека выдающейся личностью в той или иной области. Ну а гениальных людей у нас за всю историю не более двухсот было, те, кто эпоху создал нашей цивилизации. Но учитывая то, что выход талантливых людей 2-4%, я думаю, что отсюда и поэтому гениальных мало, потому что гениальность вырастает не на основе таланта, это все последовательные этапы. Так, значит, разобрались мы со ступеньками, как нам двигаться, чтобы наших детей довести до уровня талантливых, может быть, и гениальных в некоторых случаях. Значит, я к своему проекту вот послала вот такие вот слова Осипа Мандельштама, которые удивительно своим мужским восприятием так тонко почувствовали ребенка. И там, где сцепились бирюльки, ребенок молчание хранит, большая вселенная бирюльки у маленькой вечности спит. то есть я не буду комментировать, но на самом деле здесь очень много можно размышлять, потому что времени у нас мало. Задумайтесь, поразмышляйте над этими чудными совершенно стихами, метко отражающими вот на тот объект, который нас сегодня собрал всех вместе здесь. Итак, комплекс диагностирующих инструментов, которые я использовала. Вот они, четыре инструмента, четыре комплекса по четырем объектам уникальным, которые, собственно, нам даны от природы. Это первый объект, это комплекс диагностирования доминантности полушарной деятельности мозга ребенка. Это первое, что мы делали. Далее мы определяли психотип ребенка особыми методами и выявляли природные наглодности. И, конечно, основные параметры интеллекта, которые уже к старшему дошкольному возрасту, естественно, они уже не в чистом виде, а уже ребенок чему-то научился и, естественно, он уже обучен чему-то. Значит, сейчас мы посмотрим, как это все делалось. Значит, да, почему, что дает диагностирование именно этих объектов? Знание доминантности полушарной деятельности биологически здорового мозга ребенка это условие грамотного пользования интеллектуальным ресурсом. То есть для этого нам нужно знать доминантность полушария. Психотип нам дает возможность ребенку и нам узнать, какие у него условия для успешной коммуникации в обществе, для гармоничного общения, вхождения в социум. Это очень важная задача. Так, знание наклонности ребенка это условия определения мотивации, как источник активности и энергии ребенка, успешной самореализации. Не зная его наклонности мы, конечно, не сможем его вдохновить ни на что. Будем вдохновлять у него в другой области интересы, поэтому не вдохновим, а если вдохновим будет из-под палки все. И успехов не будет, не будет развития, что самое страшное, потери времени. И знание уровня интеллекта это условия грамотного использования этого главного инструмента самореализации. для этого я выбрала в своем проекте вот именно вот эти четыре аспекта. Значит, чуть-чуть о мозге. Значит, мозг, главный инструмент познания, состоит из 100 миллиардов нейронов, вы это знаете, включая ганглии, клетки, которые питают нейроны. Каждый нейрон, эта клеточка может образовывать 20 тысяч ответвлений, аксонов. И вот эти вот ответвления, они идут в разные карты, и там они копилируются, объединяются, получается электронная сеть, нейронная, простите, нейронная сеть. И чем она мощнее, тем мощнее интеллект человека. Значит, здесь вот мы пользовались своей диагностике фундаментальным свойством мозга, асимметрией. Вот сейчас следующая картинка, она вам покажет асимметрию мозга. То есть у нас правая часть мозга управляет левой стороной тела, всеми органами, все, что слева. А левая сторона правой, вот она асимметрия. Мы вот это свойство использовали, чтобы определить, какое же полушарие является у ребенка главным, доминантным. Но задача наша с вами заключается в том, чтобы вот между этими двумя полушариями находится еще так называемое мозолистое тело, которое перекидывает информацию с левой полушария в правое полушарие. И, собственно говоря, вот эта особенность, скорость переключения и взаимодействия полушарных гемосфер, она определяет эффективность работы мозга ребенка и любого вообще человека. Поэтому возвращаемся дальше к мозгу, значит, кое-что мы должны с вами сегодня уже знать, чтобы вы поняли ценность вот именно обращения к этому объекту. Так, асимметрия связана с оптимизацией процессов принятия решений. Ну, здесь вот правое, левое, полушария, понятно, они работают на разных частотах, но вот это вы знаете, но вот это можете не знать, что дважды в сутки в момент засыпания и просыпания вот частота работы обоих полушарий синхронизируется. Это вот моменты, когда появляются инсайты, когда делаются открытия человека. Вот здесь непосставимо, несопоставимо большие возможности. Вот если это удают, Менделеев свою таблицу как раз открыл вот в этот момент. Значит, определение доминантности. Как мы это делали? Значит, профиль асимметрии левополушарный может быть, правополушарный и амбидекстер, то есть это смешанополушарный. Определяется очень просто, какая рука доминантная, то есть какой рукой вы кидаете мяч, какой рукой вы телефон берете, подносите, к какому уху, каким глазом вы смотрите в бинокль, скажем. Вот это все и говорит о том, если не задумываться, мы просто берем и подносим. Но на самом деле мы подносим к доминантному глазу, к доминантному уху и так далее. И вот здесь выявляются как раз-таки особенности работы мозга. Значит, ведущая рука бывает, ведущая нога, ведущая ухо, ведущая глаз и так далее. Это определяет успех в учебе. Вот это вот доминантность органов в соответствии их доминантности полушарной деятельности очень важные вещи. Вот, например, левополушарные дети думают и воспринимают информацию с помощью логического характера мышления. Это понятно, да? А правополушарные у них эмоциональная сфера развита, интуиция великолепная, они творчески наделены и эмоциональны более, и воображение у них богатое, чего нет у левополушарников. Значит, левополушарников надо стремиться к гармонии полушария. Значит, левополушарным детям надо вот давать то, чего у них нет, чтобы гармонизировать работу главного инструмента познания. Людей справа левополушарных типом чуть меньше половины, но большинство примерно одинаково, да чуть больше, с равнополушарным типом развития. Было бы у нас с вами время, дома можно определить. Кстати, можно в интернете узнать вот эти все методики скачать для себя. Как я в паспорте потенциала одаренности отражаю первую диагностику. Видите, тут правое ушко доминантное у ребенка, правый левый глазик, доминантный левая рука с ним выделены здесь. Значит, видите, левша ребенок, левша, значит, у него доминантное правое, если учитывать асимметрию, значит, понятно, и вот это данные мальчика из зерцелей вундеркинда, на самом деле, он очень интересный мальчик, у меня под наблюдением находится, и он действительно подтверждается, я была у него дома, и по все это подтверждается, что вот это вот все, что характерно для права полушарника, у него все это в наличии очень ярко. интерпретация, как это все, да, понимать, доминирующие полушария правое, потому что в основном вот это вот сенсорные органы, они находятся слева, левые у него, так, хотя не в чистом виде, да, смотрите, вот у него, значит, ушко, находится на стороне правой полушарии, и ушко на правой стороне доминантное, отсюда вот ухо ослабленное у него, видите, аудиоограниченный тип, потому что находится не в противоположной стороне, да, у нас же асимметрия в работе мозга, значит, и, ну, визуально способный тип доминанта глаз, потому что противоположно доминант полушарии, и восприятие у него, ему удобно воспринимать, да, преимущественно визуально, то есть глазами, и отличительная способность данного типа сохранять доступ к визуальной информации даже в стрессе, то есть у него все это хорошо работает, потому что вот асинхронность здесь соответствует, и мы рекомендацию даем визуальное освоение информации, это жди учителя, да, и для мамы больше картами, диаграммами, таблицами, вот он, когда я приезжал, он мозг интересовался, вот ему посоветовали из теста лепить человека и мозг лепить, то есть такой интересный мальчик, всеядный, абсолютно, ислам, и иероглифы китайские, все абсолютно интересует, он, дальше мы посмотрим его карту диагностирования, значит, это вот таким образом мы определяли доминантность, она определяет уже, да, конечно, время мало, я могла бы много рассказать, что, но, к сожалению, перехожу ко второму, определение психотипа, Сьюзен Диллинджер, американка, довольно известный тест, и простой, самое главное, видите, пять фигур геометрических, удивительным образом, но человек ассоциирует себя с какой-то фигурой, вот вы сейчас можете тоже примерить, кто вы, ну, вот мальчик мой, вот этот самат Вундеркинд, он выбрал зигзаг, да, творчество, творческие фигуры, на самом деле, он очень творческий мальчик, значит, вот, на первой позиции, это вот главная первая фигура, дальше будет интерпретация, сейчас я вам покажу, значит, ну, вот можно и по лицу определить психотип, но это не научный метод, а просто вот для того, чтобы вы знали, что лицо тоже говорящий, особенно вот там, где глаза, да, но тут и рот очень говорящий, вот, поэтому по лицу тоже можно определить психотип человека, о чём говорит выбранная ребёнком фигура, ну вот, грубо говоря, это можно развернуть и поведение, и какой профессии, то есть, всё это в интернете есть, вы можете это посмотреть, фамилию запомните, да, Деленджер, Сьюзен, и у неё описание, всё очень детальное, квадрат, ориентация на соблюдение правил, традиций, норм, понятный плевополушарник, так ведь, он любит всю чёткость, системность, так далее, треугольник, стремление к лидерству, достижение карьеры, если треугольник, скажем, последний, там, значит, вот ему очень сложно будет вот просто вот с лидерами взаимодействовать, и так далее, значит, точность вот этого теста достаточно высокая, 80%, поэтому и он легко очень используется с детьми, это можно с родителями собрать всю группу, мгновенно провести вот этот тест, вернее, вот эту диагностику, и она достаточно соответствует, ну, насколько я вот смотрю и сравниваю выбор Хедора и самого ребёнка потом соответствует. Хедора первая, выбранная ребёнком, даёт возможность определить доминирующие чертли характера и особенности поведения. Остальные фигуры выбранные, их нужно ранжировать, да, первая, какая тебе нравится, затем, а какая не нравится, это последняя будет, да, затем, какая вторая нравится, и так вот ранжировали, значит, средней фигурой между крайними, они уточняют вот характеристики, которые заключены вот под фигурой номера один, выбранной ребёнком. А последнее это вот с людьми, которые являются, символизируют эту фигуру, у неё просто сложные проблемы будут в отношениях, это тоже сознательно нужно оценивать и, в общем-то, строить свои отношения, да, вот этот, допустим, я зигзаг, а с прямоугольниками я не могу общаться, мне тяжело, то есть это нужно знать, и тогда легче нужно будет строить взаимоотношения. Я не буду описывать, просто нет времени, потому что время неумолимо бежит, уже всё кончилось у нас время, я должна непременно закончить. Предпоследний интерес и природные наклонности ребёнком. Использовался здесь тест Савенкова, прошу прощения, палитра интересов. Простенький тоже, простая методика, 35 вопросов, и каждый вопрос начинается таким образом, нравится ли тебе решать задачи, рисовать, там, музицировать и так далее. и значит далее даётся лист ответов и вот так он выглядит, лист ответов, это уже готово. Видите, вот этот самат, мальчик вундеркинг, смотрите, он не по одному крестику поставил, вот они задания, да, 35, они на 7 видов деятельности разделены, то есть задания, все вопросы так построены, что они диагностируют отношение ребёнка к математике, к физике, к технике, к гуманитарным наукам, к коммуникации, к домашним делам, и ребёнок должен поставить, нравится ли ему соответствующие виды деятельности, вот он везде два крестика, то есть очень сильно нравится, это разрешается, если очень нравится, можно два крестика, посмотрите, вот это вундеркинг, да, у него абсолютно все сферы, то есть ему всё интересно, кроме, ну вот, седьмое, то вот тут тоже, это домашний труд, труд по самообслуживанию, мама говорила, что не любит, но, хотя он поставил тут тоже крестики, значит, это вот лист, так выглядит опроса, а вот сводная, вот наклонности я просила выразить отношения относительно наклонности ребёнка всех абсолютно, кто связан с ребёнком, маму, папу, бабушек, дедушек, воспитателя, и посмотрите, вот на первой позиции, первый ранг, самые высокие баллы, вот красный цвет, это сам мальчик, причём это мнение я наиболее учитываю, потому что сам ребёнок о своих наклонностях говорят, посмотрите, как чувствует там бабушка, которая часто с ним, она очень плохо, не совсем хорошо его чувствует, видите, на первой позиции она отмечает, что у неё гуманитарные склонности, а он сам отмечает, что у него математика на первом месте, физкультура, коммуникативные и так далее, в общем, там, где больше мнений, примерно в одном месте, там и, собственно говоря, концентрация, локализация наклонности ребёнка, и чем больше мнений близких родных, и тем они сфокусированы на каком-то одном виде деятельности, тем можно точнее определить наклонности ребёнка, вот таким образом мы определяли природные наклонности, ну и интеллект ребёнка, интеллект ребёнка, это уже не совсем природное, да, уже наслоение, потому что ребёнок семь лет живёт на земле, понятно, за это время он уже восемьдесят процентов информации, которая ему подвяжет и служит, она в голове, поэтому мы используем детский интеллектуальный тест, наш уфимский психолог Сафин, он разработал 13 субтестов, это тесты, значит, я просто объекты, что он диагностирует в интеллекте, да, знание цвета, формы, пространство, место, локализация, внимание, память, вот пошла чисто интеллектуальная сфера, память, запоминание всякое, визуальное, аудитивное, работают, значит, сенсорика с карандашом, нужно было круг, в круге ещё круг, ещё круг, вот, кстати, Сломат не справился с этим заданием, рука ослабленная у него, мало работает, так, мышление, тоже здесь несколько тестов, клоноклассивикация, обобщение, понимание смысла, но детские игровые задания, да, расставь картинки, там, поход идёте, и там разные сценки, да, из этого, как рюкзак собирается, так далее, значит, и счёт, умение считать, ну, это уже подготовка к школе, это фактически то, что ребёнок уже при жизни усвоился, это неприродное, значит, вот это четыре, комплексы состоят из четырёх вот этих вот тестов, которыми, с помощью которых мы измеряли потенциал детской одарённости, значит, что получилось, посмотрите, 82% ребятишек из полутора тысяч, 2-4 наклонности, 2-4 наклонности, и ни одного нет ребёнка, у которого вообще нет наклонностей, 0,2% это три ребёнка, всё им интересно, все явно, и вот здесь вот, конечно, опасность, чтобы они не распылили свой потенциал, тоже свои проблемы, вот такие результаты мы получили в Грандовском проекте, ну, вот, на самом деле, всё, что я могла галопом за час вам дать, вот это всё, я вас благодарю за внимание, если есть какие-то вопросы, мне, конечно, интересно, важна ли была вам та информация и в том ракурсе, который я вам дала, пожалуйста, как-то вот отметьте это, чтобы я знала, как дальше двигаться. Так, интересно, полезно, слышала недавно, но по мнению это всё, всё же правильно говорить, не одарённый, а ребёнок с потенциалом, да, правильно, верно, совершенно, так, так, хорошо, значит, если какие-то есть вопросы, значит, мы не касались системы развития, хотя системы развития, конечно, мы тоже разработали это, правильно, но пока вот так вот, я желаю вам успехов, всего вам доброго, как связаться, так, конечно, вот, я давайте напишу, сейчас возможно, напишу я свой электронный адрес, можно написать, так, сейчас, секундочку, ЛК, Лидия Константиновна, Мазунова, так, дальше, собачка, mail.ru, mail.ru, вот это электронный адрес, пожалуйста, если что-то, так, если что-то вас заинтересует, конечно, если вы захотите заниматься этой проблемой серьезно, научно, поскольку мое звание позволяет мне заниматься научной деятельностью, у меня аспиранты есть свои в данный момент, два аспиранта, и мы разрабатываем сейчас вот пространство диагностирования, вот, создаем островки, чтобы ребенок, заходя в зону диагностирования, чтобы вообще не подвергать его никаким тестам, а просто наблюдать, то есть вот такой проблемой занимаемся, но проблем много, вот я стратегические цели специально вывела, это как раз та проблематика, которую можно брать, вот, ну и, конечно, очень серьезно надо вот изучать вот эти аспекты, которые только конспективно наметила вот в данном вебинаре, очень маленьком по времени, но насыщенным, так что я торопилась, может быть, где-то что-то помкало, так, так, ну что, все, тогда, да, спасибо, интересно, спорно, конечно, иногда спорно, и безусловно, потому что, ну вот, пока что я на данной стадии, вот, если вы мне напишете что-то, можно поспорить, и я всегда открыта для этого, и потому что на самом деле сейчас образование должно быть длиной жизни, я всю жизнь не занималась этой проблемой, у меня главное это иностранные языки, а вот этой проблемой я с удовольствием занялась, вот, когда у меня появилась аспиранка. Так, труды, да, значит, у меня вышла монография с авторствием с коллегой, называется она антология генезиса, антология детской одаренности, значит, она свежая, 17-й, в прошлом году она вышла, значит, я могу написать сейчас внизу сайт, потому и можно, в общем-то, можно мне, у меня сейчас как раз я новый тираж получила, потому что старый уже разошелся, могу прислать лично вот книга 150 с чем-то страниц, стоит 350 рублей, это цена себестоимости книги, потому что я на свои деньги заказывала и небольшое количество экземпляров, поэтому вот цена такая, пожалуйста, значит, можно по электронке попросить и адрес прислать, и я могу прислать вам эту монографию, вот это то, что весь опыт там и система развития одаренности тоже отражена, поэтому, конечно, мы за это время продвинулись, потому что у меня уже и второй был грант, мы развивали уже игры в педагогику, много инструментов инновационных разработали для того, чтобы развивать детей, и не только детей, а себя самих, потому что прежде всего нужно работать над собой, дети нас копируют, зеркалят, это очень важно, если мы сами требуем, мы сами не демонстрируем эти качества, то грош цена такому примеру, а с одаренными вообще очень непросто, потому что они очень сложные, дети сами по себе, уникальные, так, ваш адрес почты, так, ну вот ЛК Мазунова, собачка Мэлру, так, это появилось, нет, я записала, а, я не знаю, как, так, вот появилось, да, я просто не нажала, прошу прощения, я написала, и не нажала опубликовать, вот красная появилась электронка, пожалуйста, пишите, я дам еще адрес, сейчас дам, есть у нас издательство, я взаимодействую с 37 странами, мы вместе делаем проекты, разрабатываем игры уникальные, и вот часть игр издается в издательство диалог в Уфе, и можно заказать, сейчас я напишу тоже вам адрес интернет-магазина издательства, это так, талент-дети, точка, ком, точка, ком, так, ну там можно еще добавить, о, что-то еще, исчезло, да, все, так, так, я не опубликовала, талент-дети, точка, ком, вот, пожалуйста, вот этот адрес магазина, так, ну, я понимаю, что нас отключили уже или нет, я тогда уже с вами прощаюсь, будьте здоровы, всего вам доброго, успехов в этом интересном, ответственном и трудном Дорогие друзья, разрешите ответить на ваши вопросы, сначала поблагодарим Лидию Константиновну за подробное изложение темы и всех вас за то, что присутствовали здесь, отвечая на вопросы, во-первых, по поводу сертификатов, вся информация о получении сертификатов вот здесь, еще раз, потому что задается вопрос постоянно, одну минутку, сейчас, сами сертификаты можно получить вот здесь, через онлайн-сбербанк, не знаю, но там по кнопке открываются разные возможности, очень много разных возможностей оплаты, в том числе и карточкой, вот, ну и наконец, отвечая на вопросы, как скачать презентацию, пожалуйста, посмотрите в правый верхний угол, вот примерно сюда, вы увидите ряд кнопок, поднятая рука, смайлик, и пятая кнопка по счету слева, серая папочка такая, нажмите, пожалуйста, на нее, справа от презентации откроется окно ресурсы, в этом окне ресурс рядом с названием сегодняшнего вебинара есть такая зеленая кнопочка с белой, с белой стрелкой вниз, вот именно на эту кнопку, пожалуйста, нажмите, не на название вебинара, не на название презентации, а на эту зеленую кнопку, и по ней откроется окошко для скачивания презентации, надеюсь, у вас все получится. Ну что ж, коллеги, я с вами тоже прощаюсь, до новых встреч в Директ Академии, приходите на наши новые вебинары, будет интересно, будут новые спикеры, новые темы, и надеюсь вас встретить на этих вебинарах. Да, сертификаты можно получить теперь всегда, то есть в любой день можете зайти и получить сертификат. Да.